Сегодня мы еще раз хотим подчеркнуть, вот у нас гостя Александр Михайлович Бабков, который расскажет, как в Донецке живут, как здесь живут. Донецк тоже очень многонациональная республика, одна из многонациональных в Украине, которая была, много татар там, мы должны показать, что мы все солидарны, поддерживая друг друга, мы поддерживаем будущие наших детей, наших внуков. И у нас есть примеры, когда мы материальные, так помогаем жителям Донецка, Луганска, об этом скажем. Ну, если что, дополняйте. Конечно, большое спасибо. Но сегодня та ситуация, которая произошла в Донецке, до этого Донецк жил процветающим городом, процветающим регионом. В Донецке проживало 135 национальностей. И никогда в жизни по национальному признаку, по признаку вероисповедания никогда не было никаких конфликтов. Залогом успеха было это всегда созидательный мирный труд, направленный на благо людей. Естественно, то, что сегодня произошло, благодаря вот той недальновидной политике про националистической власти, которая пришла в Украине, чем тем государственного переворота, они сделали переворот и добились того, что они взяли войну. Если взять предысторию Украины, когда начинался еще первые шаги суверенитета Украины, тогда власть Украины объявила о том, что задекларировала равенство всех национальностей, развитие национальных округов, развитие национальных поселений. Это была декларация, но затем, как бы, законами они это все ликвидировали. Закон о административном территориальном устройстве, закон о языках, закон об образовании убрал все эти предложенные инициативы, предложенные мирное существование и сделали одну титульную нацию, которая запретила всем нациям уже развиваться. И поэтому мы видим, когда принимались законы, если взять, допустим, по аналогии Россию, Россия развивается. В России есть национальные области, национальные круга, каждой народности даны право на существование, на национальное развитие, на свою национальную идентичность. То есть сегодня нам сказали, что мы не должны только разговаривать на украинском языке, придерживаться только тех национальных традиций украинских, и потихоньку начали нас, как бы, стирать нашу идентичность. И все это прошло, как бы, начали декларировать, произошла подмена понятий таких, как европейский уровень жизни на евроинтеграцию. То есть никому никто не дает, если мы хотим жить по-европейски, значит, нужно поднимать европейский уровень жизни, европейский, давать возможности жить, европейские заработные платы, европейское социальное обслуживание, европейские социальные гарантии. Вместо этого назвали интеграция, но мы видим падение медицины. И сегодня, для чего уже достигла Украина, это второе место посмертности, предпоследней порождаемости. Население сокращается, экономика падает, государственный долг растет. И, естественно, вот, и эта политика, и в отношении Крыма, и в отношении крымских татар, все это претендует на Крым. А что они дадут Крыму? Где, какими законами они до этого доказали, что тут возможность развиваться здесь людям по национальному крыму? Когда они принимали, где национальные поселения, где национальные округа, те, которые должны быть, их сегодня нет. Поэтому я считаю, что сегодня, вот, инициатива организации Крымберлиги, которая себе предлагает всем народам Крыма объединиться ради созидания, и та сегодня на выборах поддержать единственного гаранта Конституции, который себе доказал сегодня во всем мире, как гарант тех принятых постановлений ООН и других организаций международных, которые приняты на данном уровне, что гарантирует равную жизнь всем людям, поддержать Владимира Владимировича Путина на президентских выборах. И также поддерживаю инициативу организации Крымберлиги, которая сегодня предлагает сделать общение с Инициативой «Мой мирный, счастливый Крым». Под этой инициативой может проявить себя любой житель Крыма, любой гражданин, проживающий в Крыму, внести свое предложение, как лучше развивать Крым, высказывая свое мнение, не боясь, имея право конституционно на свое волеизъявление, высказывая свое мнение и отстаянивая свое мнение. Поэтому я предлагаю всем крымчанам сегодня, всем крымским татарам, объединиться вокруг организации Крымберлиги, вокруг этой общественной инициативы, поддержать Владимира Владимировича Путина. И дальше, как залог будущих успехов, это прежде всего мир в Крыму. И на основе этой можно привлекать инвестиции, находить партнеров и делать жизнь Крыму счастливым. То есть мы поддерживаем то, что сегодня мы видим красной чертой, что проходит от рождения ребенка, обучения, первого рабочего места до самой старости в России Крыму будет гарантирован. Поэтому я считаю, что это очень правильная инициатива, мы должны собираться, общаться и поддерживать эти инициативы. Всех тоже поздравляю с праздником. Желаю всему всего доброго и святого дня. Спасибо большое.